Всем привет! Наконец-то я решила снять видео о своих запасах. Такого рода видео у меня выходит где-то, получается, два раза, наверное, в год. Обычно в январе я снимаю. Ну, вот захотелось тоже как бы промежуточный вариант. Ну, во-первых, само интересно посмотреть, что есть. Во-вторых, убраться в местах хранения, так скажем. Ну и вам, чтобы было что посмотреть. Теперь, кого раздражает подобного видео, прошу сразу закрыть. Потому что писать мне всякую чушь, типа, зачем вам столько много и т.д. и т.п., мне не нужно. Вот. Раз есть, значит, надо. Мне вообще нравится, что у меня есть запасы. Они меня очень выручают. Голова никогда не болит, что у меня там последняя капля шампуня осталась. А у меня, например, нет денег купить себе что-то приличное и бежать там покупать какой-то там шампунь за 50 рублей. Потому что нет, например, возможности в данный момент купить что-то более получше. Мне такое не нравится. Поэтому, вот. Ну, в общем, для любителей. Знаю, многие любят такие видео. Наверное, две части будет. В первой части покажу сейчас гели для душа и жидкое мыло. Потому что их больше всего. Да. Гели, конечно, у меня вообще караул. Ну, для меня, по крайней мере. Поэтому тут, ну, это моя болезнь. Это я признаю. Это я люблю больше всего. Поэтому у меня много. Ну, они расходуются очень быстро. Поэтому я сильно не переживаю. За сроками годности тоже я слежу. Если что-то уже подходит, то ставлю в использование. Ну, давайте уже не будем затягивать. Так. Последняя приобретенная новиночка. Ну, в плане формата 700 мл. Это Дивная сказка от Сенсус. Ну, я, скорее всего, его буду использовать как жидкое мыло. Потому что он с дозатором идет. И такой большой объем мне, скорее всего, надоест. Ну, может быть, и как гелем попользуюсь. Ну, и сразу. Он у меня стоит уже вместе с жидким мылом. Поэтому покажу сразу. Так. Две вот такие вот пенки от Грасс Милана. Фисташковое мороженое и сливочно-лимонный щербет по 500 мл. Вот. И еще одно маленькое мыльце из фикс прайса Абсолют. С ромашкой. Уже скоро поставлю в использование. Чтобы оно у меня не болталось среди огромных бутылей. Так. Ну, и гели для душа. Сверху тут. Вообще у меня в коробке они лежат. И вот эти вот три уже не поместились. Конечно, я пытаюсь себя ограничить этой коробкой. Ну, помимо того, что сама какие-то гели покупаю, которые мне нравятся или хочется попробовать. Плюс еще девчонки присылают подарки. Поэтому за последние полгода очень много накопилось, конечно. Так. Это у меня от Арифлейм. Недавние новиночки. Видите, такие. 250 мл. Здесь лайм, по-моему. Как всегда, ничего не написано. Макадамия и что-то вроде апельсина. Или апельсиновая вода. Такие вот. Так. Ладно. Если что, еще потом найду. Арифлейм покажу. Потому что сейчас, наверное, по Эйвену пройдемся. Конечно же, морская лагуна приобрела в запасике. Потому что все время что-то новое выходит, выходит. Хочется и старенькие повторить, любимые гели. Ну, думаю, возьму уже. Пусть лежат. Все равно когда-нибудь рука до них дойдет. У них очень хороший срок годности. Три года у Эйвена. Поэтому даже и после истечения срока им ничего не делается. Поэтому можно вообще хоть 10 лет их хранить. Так. Ну, морская лагуна, как я сказала, уже цитрусовый заряд. Так. Дальше живописная Тоскана. Антистресс с ланг и лангом. Тут у нас нероли и олива. Я уже не говорю. И ланг и ланг и пачули. Чудесные воспоминания с ароматом пиона и магнолии. Очень хочу попробовать. Сладкие удовольствия с экстрактом соевого молока и с ароматом ванильного мороженого. Сейчас уже маленько получше у меня голос стал. Я бы раньше бы сняла, но не хотелось гундосить. Гранат и миндаль. Блаженство Андалузии. Все хочется открыть. Вообще прямо руки чешутся. Магия Индии. Это повторяшки уже из новой коллекции. Так скажем, кардамоны, сандаловое дерево. Ну, я имею в виду, что раньше были такие гели. И сейчас они их заново выпустили. Как это любит у нас товарищ Эйван делать так. Это две последние новинки. Зеленый чай и вербена, и мандарин и жасмин. Энергетси и дзен. Жидковатые, конечно, стали гели. Кстати, мыло вот это у меня сейчас в использовании. Мандарин и жасмин. Намного жиже стало. Допустим, недавно я брала такое мыло цитрусовый заряд. Оно было очень густое, такое экономичное. Мне 250 миллилитров хватило на месяц. А вот этот уже две недели и все. Оно уже заканчивается. Поэтому, конечно, качество немножко испортилось у Эйвен. Так, Камей. Есть у меня вот такой вот аромат белой розы. Интересно. Я, по-моему, уже не умещаюсь. Так. Розового грейпфрута аромат. Это подарки. Я уже не буду говорить, что подарил. Потому что тогда это вообще очень долго будет. Всем заранее спасибо за подарки. Так, соблазнительный аромат фиалок. И аромат черной орхидеи. Красивые. Только начала, уже отъезжаю. Тут еще больше, чем пол коробки. Так, фа. Аромат манго и цветка ванили. Хочу вот следующий их поставить. Потом Ночи и Панемы. Про этот гель мне писали очень многие, что понравился. Классный. Тоже обязательно, наверное, уже в следующей партии у меня пойдет. С экстрактом маракуйи и аромат ночного жасмина. Боже, какая прелесть. Дальше. Тайные Амазонии. Масло Муру Муру. И цветочный зеленый аромат. У меня был такой дезик. Тоже аромат вообще бесподобный. И аромат ананаса и цветка франжипани. Как красиво. Я так люблю, когда прозрачные гели, сзади какая-нибудь наклейка такая интересная. Так, еще тоже классные-классные гели от Label. У меня есть два вот такие вот со скрабинками. Ананас и гуарана. Маракуйя и лайм. Их я пока поберегу. Мне прям жалко. Так, дальше это у нас... Ой... Как называется? Меренга с лимоном. Вообще. Шикардос. Кола. Тоже классный гель вообще. Пока продаются, буду покупать. Просто я боюсь, что если я сейчас их использую все, то придется мне опять бежать в магазин и опять закупаться. Я не переживу, что у меня их нету в запасах. И манои. Тоже такой... Зимой, наверное, использую. Такой сладкий, обволакивающий аромат. Так, дальше что у меня тут еще есть? Еще есть от Исаны. Так, шерсть какая-то с кокосовой водой. Хочу тоже зимой открыть, когда захочется чего-нибудь такого яркого, сочного. Дальше Палмалиф, мицеллярный уход с мицеллярной водой и экстрактом розы. Тут, наверное, половина. Ну, не половина, третья часть точно подарки. Так, вот такой вот с оливой и улажняющим молочком, оригами. Дальше гель для душа, мятный лимонад от особой серии. Космия тоже, наверное, осенью использую. Очень хочется попробовать. И в то же время жалко. Лимонный маффин, по-моему, называется. Так, дальше от Эйвон у меня есть гранаты манго, мой любимый аромат серии Нейчерлс. И свежего яблока, с ароматом свежего яблока и жимолости. По 200 миллилитров. Очень нравится мне геля Нейчерлс, потому что они густые и более экономичные, чем Сенсус, быстрее заканчиваются. Так, дальше еще от Эйвон у меня есть серия Энканта, нефритовый цветок и шелк. И розовый букет и кашемир с нотами янтаря. Тоже такие, как бы, парфюмерные гели. Далее. Это Арифлейм с каштаном. Тоже, наверное, зимой или вместе с вот этими, наверное, пойдет. Потому что я люблю, когда одинаковые баночки стоят у гелей на полке. Так, вот такой от Натура Сибирика. Кстати, классный аромат такой. Он тоже, наверное, зимой использует, потому что там корица, душица. Интересный гель. Crazy Animals. Тоже хочу, но жалко. Dolce Milk с бананом. Ой, вообще, прям слюни пускаю. Я, наверное, вот самые вкусняшки заберу в одну кучу и поставлю в использование. И последний гель от Ифраше. Магнолия. И белый чай. Такой вот красивый гель. Все, от Ифраше у меня больше нету. Я их поставила все в использование. Ну, не сказала бы, что прям очень много. Но для меня, конечно, для одной причем. Потому что я одна мою с гелями. У меня муж мыло только признает кусковое. Поэтому, ну, худо-бедно. Где-то три флакончика я отставлю и мне на пять недель их хватает. Поэтому, ну, так скажем, годовой запас. Может, чуть больше. Ну, конечно же, я буду все равно покупать новинки. И в Эйвоне, которые будут выходить. И так что-то новенькое, интересное. Поэтому, это не предел, так скажем. Ну, я не переживаю. Все это используется. Что-то может подариться. Вот. Всем большое спасибо за внимание. До новых встреч. Жду вас в следующей части.